Вот как ты думаешь, Антон Валерьевич, вот если ты погорячился, обматерил человека, но понимаешь, что не заслуженно, попросишь прощения, скажешь, извини, братан. Как человек, я думаю, что он должен извиниться, в принципе, уже там на твое усмотрение, там, дальнейшее, понимаешь? Жаловаться, не жаловаться. Это как, да, там, на чьей стране, когда вызывают про дуэль, у нас там последний, в принципе, можно его, как гражданину, если он не признает свои ошибки вызывать на дуэль, у нас же на словесную дуэль, дебаты, ну а выбор оружия, там, за ним останется. У него есть оружие, у меня нет, ну если он выберет, возможно, тебе предоставят. Как фамилия у вас? Кулешов, вроде. Кулешов, у меня обращение к вам. Ну, сначала уберите телефон, не хочу так разговаривать. Кулешов, смотрите, вы буквально пару часов назад оскорбляли меня всеми последними матершинными браниями и угрожали. Какой кошмар? Не может быть такого. Не может быть такого? Попросить прощения не хотите? Ну, по поводу того, что такое было все-таки, я записал на видео. А если будет на видео, я вам приду и покажу. Попросите прощения? Нет? Такого не можно. Еще раз, я уже много раз говорил, ты еще раз. Просто охуевшая какая-то злина, блядь. С чего это? Я бы сотрудникам полиции, я бы тебя ебал и расколол, даже не замечаю. Да ты увольняйся, увольняйся, слышишь? Начальника сюда позови. Да пошел ты нахуй. Йоу-йоу-йоу. Ну что, третья, заключительная часть про наших Боксбери и Бабошечку. Я бы, конечно, мог сейчас задвинуть и херачить по полной программе этих Боксбери, потому что это не единственный косяк с их стороны. У меня еще были истории, когда они надо мной издевались. Вот буквально на майские праздники точно так же сделали доставочку. Смотрим, значит, пункт самовыдачи, расписание работ. И прихожу прямо в отдел, а двери закрыты. Пожалуйста, вот даже фоточки я делал, потому что я был дико удивлен, как так. На сайте написано, что работают, а по факту не работают. Начали разбираться, действительно, информации на сайте нет. Надо было куда-то там отдельно заглянуть в какой-то специальный раздел и пошло-поехало. А общая информация, которая рассказывает как раз про режим работы этих отделений, она не актуальная. Если кому-то интересно подробно, как все это начиналось, то вот ссылочка вот здесь на первую часть, как раз она называется и бабушка в очках, как все начиналось, на чем завязался конфликт и к чему это все пришло, можете посмотреть здесь. Значит, попал я в МВД, в ОВД Северной Медведково. Там надо мной поиздевались за то, что я вызвал полицию, попросил привлечь работника Боксбери за матершину. Привлекли меня, причем не написали состав преступления, ничего не отобразили. Просто написали, что вел себя вызывающе и неправильно. И назначили мне постановлением штраф в 500 рублей. На данный момент вот это постановление, оно обжалуется. Я уже написал в Бабушкинский районный суд жалобу, где попросил, естественно, отменить. Следите за информацией в Бабушкинском районном суде. Я немножко расскажу дальше. Что касательно всех остальных участников полиции, так скажем, Кулешова и еще других персонажей, то, конечно же, будем разбираться. Будем поэтапно разбираться. Сначала отменим КОАП, естественно, 20.1, а потом уже следующие жалобы, судебные иски и так далее. Не надо каждый день писать и спрашивать, ну что там, ну что там. Если будет результат, я расскажу. Не будет результата, ничего рассказывать не буду. Уж извини. Выражаю огромную, огромную благодарность всем моим блогерам, коллегам по цеху, журналистам, друзьям, знакомым, те, кто поддерживали. Самое главное спасибо адвокатам, которые приходили помогать. Если бы не Али, то надо мной бы поиздевались гораздо больше. Благодаря им получилось забрать камеру, получилось сохранить все эти данные, которые были, видеоматериалы, поэтому все супер. Вышел я из МВД, и мы сразу всей толпой отправились дальше в этот Боксбери разбираться. По ссылочку-то надо получать, деньги же потрачены. Сейчас увидите, конечно, видео, как это все было, но забегая вперед, немножечко расскажу, как себя повел Боксбери. Вот посмотрите скрин, это значит был пост, когда я первое видео сделал в Инстаграме. Сказали, что все, рекламация на этого работника, и ее уволили. Не знаю, правда это или нет, у меня еще не было времени и сил зайти и проверять, там, уволена она или до сих пор работает, но вот так вот ответили. Смотрите, что получается. Сегодня 13 июня, вот когда я записываю вот этот рассказ, а значит посылка была первая, попытка забрать посылка 29. Вот 29 числа я попросил разобраться в этой ситуации и посылку отправить обратно в интернет-магазин, где покупал, делал покупки. Они зафиксировали, через два дня я смотрю, никакого результата нет, позвонил. Они мне говорят, ну у вас тут написано, что вы хотите, чтобы этот груз посылка отправилась к вам на личный адрес, где вы живете. Я говорю, я такого не просил, не надо. Отменяйте это все и жалобу на того человека, который принимал от меня, естественно, жалобу. Оформили жалобу, все переделали. Проходит еще 2-3 дня, звоню опять, все то же самое, ничего не переделали, она опять такими глазками хлопает и говорит, а как, что, почему. Ничего не поменялось. Сегодня 13 число, я до сих пор не получил свои деньги обратно. Уволили продавца, кучу жалоб от меня приняли, но никаких результатов нет. Поэтому, естественно, ребята, кто хочет проблем, милости просим, обращайтесь. Боксбери будет очень интересно. Вполне возможно, даже и вас тоже прокатят на полицейской машинке и почморят в отделении полиции. Только прошу вас, пожалуйста, не надо ныть, что ничего не слышно плохо, видно плохо, слышно ничего не понятно. В таких обстоятельствах сомневаюсь, что можно было что-то получше записать. Очень много народу, очень маленькая коморка, эхо, все болтают, ничего не понятно. Уж простите, можете не смотреть, кому не интересно, ну а кому интересно, смотреть, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик и оставляйте побольше комментариев. Вот они заставили к практиканта вытащить, вылезти, вот он ходит, фиксирует, куда сели, куда уехали, и покурит. Там ему не курица, надо именно здесь. Запиши, запиши номер, потом. Мы приехали, значит, в магазин Верный, вот у нас там Верный, здесь почта Озон, из-за которой все началось. Меня не задержали, поэтому мы вернулись сейчас, естественно, надо забирать свою посылочку. Ну че, дубль два? Ах, как же тяжело все-таки. С глупыми, с нерадивыми бабами, знаете, как тяжело, прям ужасно тяжело. Приходится бороться, стараться. Покомментируйте как-нибудь за вредение недостойное. Я, Борисович, вот этот молодой человек пришел. Так ты дай трубочку, Ля, Борисович, я с ним поговорю. Заказ. Ну, я не знаю, что мне делать, подсказать. Работать. Сначала выполните свои обязанности, а потом уже думайте. Работать, а потом жаловаться. Да, я тебе поговорю с ним и все. А, ну а сейчас, хорошо, сейчас. Ну че, Танечка, заказ-то мой отдашь? Таня. Татьяна, планируете поработать? Еще раз, здравствуйте, это Таня, которая у вас сегодня была. Видишь, она должна была скинуть. Вот молодой человек сейчас полиция приедет. Она думает, сейчас полиция приедет. И опять полиция на 40. Пришел с тремя людьми, у всех видеокамеры и снимает меня, да. Нельзя? Ну как я их, вытолкну что ли? Или что-то, я, да. Лена, громкую связь поставь. Вы будете закрыть. На громкую связь поставь. Я Борисович Лютой-то. Так ты будешь или нет заказ-то давать? Вы мне не тыкаете? Я уже потыкал тебя. На самом деле, сейчас я не собираюсь. Я тебя уже потыкал. Я впереди в полиции, будете разговаривать. А при чем ты к полиции? У меня с полицией никаких отношений нет. Опять полицию вызывали? Во-первых, ваш мужчина обращался в полицию, а не я. Во-вторых, все вопросы вы будете задавать в полиции. Так у меня к полиции-то нет отношений. У меня с вами. Я деньги отдал, у вас мой заказ. Вы тебя вызывали, раз у вас нет никакого вопроса в полиции. Вам-то какая разница? Вы не могли бы сейчас просто поработать, Танюша? И все, и мы уйдем. Таня не хочет работать, видите, она врубила босса. Иски она захотела и самая интересная претензия от Боксбери. Боксбери вроде бы сюда доставила. Сейчас будем Боксбери звонить, будем звонить, говорить, что нам не выдают груз. Паш, не каждая права ущемляют девушкам? Не, ну конечно, это прямо издевательство. Не то, что ущемляют, это прямо издевательство. Человек заплатил деньги. Информация поступила от доставщика. Таня молчит. Да, Таня у нас, ну... Сначала наговорила, наговорила, насыпала, насыпала. А теперь стрёмно, теперь думают, я лучше буду молчать. Сейчас вызову полицию. Не, а где физически... Я не знаю, где он. Его нет, вот один... Ты же видел коллегу твою, где он? Где коллега? А вот нормально сядут? Нет, нормально, да. Ничего нет. А коллега что ли? А коллега хотел подраться. Не, просто... Он сначала хотел, потом передумал, я не пойму, чего он. Хотели забиться, ну как бы это. Выбор оружия, дуэль, там все дела. Из-за которого пережил борально-нравственные страдания. А ты знаешь, что в таких масках не обслуживают? Почему это? А чё ты? Это же маска. Вы за доставкой пришли? Да. Чё заказали? Я резиновый член заказал. Алло, Илья Борисович. Алло. Да. Илья Борисович, здравствуйте. Павел меня зовут. Я вот... Я даже фамилию знаю. Ну, замечательно. Битый день тут. И даже откуда? А? И даже откуда, из какого города? А, ну замечательно. Я всегда рад, когда... Город-герой Москва. Когда продажные мусора творят дела и думают, что это прикольно. Ну ладно. Так вы мне скажите, мне весь день, каждый день сюда приходить за посылочкой или нет? Или все-таки мне ее дадут? Ну, во-первых, ее нету. А, нету. И мне кажется, она послежит, может быть, в другом городе. А, нет? А может, она у вас где-нибудь там? А номер какой? Номер? Ну, поможет, если я его продиктую? Здесь всем спросить. Покажи девушку. А как? У вас же нету там базы. Здесь уж девочка у вас для этого сидит. Нет, прикольно. У меня тоже есть компьютер. Она не докажет, просто. Нет, так давайте пусть девочка, она примет номер у нас и даст заказ, и все. Павел, как вы думаете, у меня есть юрист, чтобы подать все на вас? А, я думаю, что не только у тупых он бывает юрист, но и бывает даже у дебилов всяких юрист, которые сами не могут никакой бизнес устроить и нанимают юристов. И, кстати, таких же тупорылых юристов нанимают. Поэтому, я думаю, в принципе, может у вас быть юрист, да. А в раме в телефоне у меня может быть? Что? Может быть, конечно. Так ты приедешь сам или меня каждый день приходить к тебе в гости? А ты каждый день? Хорошо. Умничка, солнышко ты мое. Каждый день еду к тебе приходить. Илья Борисович, да. Хочешь, чтобы каждый день приходили к нему? Ну, я думаю, что это по отслеживанию, это заказ уехал в Сыктывкар. А, Сыктывкар, ну прикольно. Не тот город. Сыктывкар я прописан, я просто не просил доставку в Сыктывкар, ну прикольно. Какое совпадение? Ну прикольно. Совпадение? Не, ну вы себе послали туда. А Борис, Борисович тоже может в Сыктывкаре находиться, нет? Я просто съезжу тогда, заберу доставку эту, а потом, естественно, вашему юристу убыточки. В коме? Да, в коме. Гомик он говорит. Не, не, мы с натуралами общаемся только, и с гомиками вообще. Гомик? А я думал, он гомик. С гомиками не разговариваем даже. Он гомик? Это каминг-аут, это в другую передачу. Гомики нас не интересуют, ты мужчина больше это, не обращайся с гомик, как гомик. Да, да, отлично. Кстати, там камеры тоже пишут. Камеры пишут? Да, знал бы ты, сколько тут камер. Просто, если ты даже на свою камеру готов признаться, я думаю, что можно в принципе... Не, а если он признался на мою камеру? Можно на телик сходить, а пусть говорят, я думаю, что будешь первым гомиком, который признался от Озона. Илья Борисович, а Озон как, одобряет гомосексуальство и так далее? Вот отлично, сейчас про Озон заговорили. Опа, пишется как. Они уже как раз спрашивали и навели справки. Давайте про Озон поговорим. Ага. Давайте. Нет, я же спросил просто, Озон как, одобряет гомосексуализм? А, заказ от Озона. Опа, заказ от Озона, правильно? Че ты? Че, он гомпрофористский. Я не знаю, где заказ был. Слушай, если ты... Подожди, он имеет в виду про посылку. Я не знаю, где посылку было. Если ты унюхался сегодня, то не обязательно брать трубку. Если ты унюхался сегодня, то не обязательно брать трубку сразу. Ты там через паузу отвечай, а тут камера везет. Какие хуточки, там столько полиции звонит? Секунду. А, еще к нему полиции звонить. Ты можешь еще в дурку позвонить. Я думаю, что это оптимальный... К нему звонят от полиции, понимаешь? Они уже... Телефон доверия Боксбери. Звони им. Вас приветствует компания Боксбери. До соединения с оператором осталось... Секунду. Секунду. Девушка, его вызывали? Да, меня вызывала. А вот это Дяника, представляете, ВВД говорил, что я не человек. Да? Не человек, не гражданин. У вас есть учерп, а не человек. Я написала на него заявление. Он уводит. И что? Почему вы выпишете? Подождите, подождите. Сейчас. Писала заявление по поводу того, что он меня оскорблял. Он уводил на эмоции. А сейчас вы для чего вызывали? Он вернулся, вот с группой поддержки. Мне нужно уже закрываться. Они не уходят. Вчера, до семью работы. Нет, она отказывается... Если вы хотите закрыть магазин, они мешают. Да. А почему вы не уходите? Мы посылочи. Смотрите, во-первых, режим работы у каждого. Почему не уходим? Ну, она работает сейчас в магазине. Она сотрудник магазина. И она вправе, наверное, закрывать свое помещение. Только единственное, что у каждого... Давайте вы помолчите, девочка. Режим работы торгового центра изменен. Об этом есть надпись на дверях. Да, вот смотрите, мы... Это теперь вопрос не к данному сотруднику. Сотрудник, который выкладывает информацию на работе. Мне вы дают посылку. Мы пришли сюда, человек работает. Просто сейчас нам нужно, чтобы вы повлияли, чтобы человек выдал посылку. И второй вопрос, оформить ее по 19-й раз заложенный вызов. Просто если она ничего не будет писать, пусть она как-то... Ну, второй раз, то есть каждый раз человек будет... Я вызывала полицию. А, вы тоже вызывали, да? Да, я вызывала. Так, потому что это вы... Кто? Кому посылку нужно отдать? Мне. 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 Вот вам, женщина. Ваши посылки здесь нету. Она есть? На что? На что провоцировать? Ну, вот есть. Мне сообщение пришло от Боксбери, что она есть. Сейчас мы звонили... Вот сейчас мы звонили вот сюда. Он говорит, я ее в Сыктывкар отправил. Ну, специально, от вредности. Потому что мусора продажные передали мои данные ему, естественно, но он теперь придуряется. То есть вы понимаете, что вашей посылки здесь нет? Я не понимаю. Она еще не ответила. Она здесь. Вот вам женщина говорит. А, Боксбери, официальный сайт Боксбери, говорит они? Это решает все проблемы с официальным представителем. Конечно. А это официальный представитель. Вон, смотрите. Закрыть магазин. Вон, смотрите. Боксбери. Хорошо. Все. Покиньте, пожалуйста, все помещения. Мы выяснили данную ситуацию. Нет, зачем нам? У нас мы в режиме работы находимся. Применять физическую силу и угрозы делать. Погодите. Мы сейчас находимся до 7, здесь режим работы. Если они что-то... Ну, она сейчас хочет закрыть. Я хочу вообще не работать. Я же официально работаю. Значит, это Роспотребнадзор жалоба. А если я сейчас... Нет, а я скажу, что... Говорю, что работает. И что дальше? Мы в режиме не работаем. Ну и что дальше? Ну, она здесь же работает. Нет, давайте посмотрим режима работы. Ну, она вообще заработник или нет? Что она здесь делает? Пусть она... Пусть она... Пусть она подходит, что она работает. Я сама сидит за кассой. А если я сейчас здесь сяду, и что? Что, я сразу заработник, что ли? По своей необходимости? Ну, как бы... Ну, вы не сидите за кассой. Хотите сяду? Хотите сяду? Или вы сядете сядете? Как вы сядете? Как? Ногами как? Давайте ко мне в машину сядьте. Попой сядьте. Легко. Пойдем сядьте. Что? Идите садитесь в патрульную машину. Так, молодые люди, я вас попрошу покинуть. Вам сотрудник подойдет. Вы просите или требуете? Ну, вот, знаете, за попрошение, что есть ответственность отдельно. Если вы будете еще просить, я попрошу, чтобы вы себя оформили. Хорошо? Вы не адеквате. Вы понимаете, что... Я не адеквате. Я говорю, вы не адеквате. Я говорю, вы нормально разговариваете. Во-первых, вы не представляете, когда заходите. И никто не представился. Человек удерживает посылку. Вот, мы сейчас будем писать заявление. Пишите заявление. Кто будет писать заявление? Павел будет писать заявление. Пойдемте, напишем заявление. И здесь пишите. Пишите здесь заявление. Кто будет писать? Вы будете писать, Паша будет диктовать. Вы отказываетесь принимать устное заявление, что протоколик на заявление? Вы не будете писать. Как же вы думаете? Человек сам в состоянии написать заявление. Откуда вы знаете, состояние у него нет? Я в состоянии, но не буду. Попрошу вас. Третью руку и нет. Здесь написано, ход строк по одному. Почему вы нарушили? Да. Привлекать надо. Будьте добры, здесь люди пришли за посылками. Выйдите, дайте возможность получить посылку. Пожалуйста, по одному соблюдайте. Зачем? Зачем? Что вы трогаете? Здесь сотрудники. А вас никто не сожидает? А причем здесь обижаете? Есть представление интересное? Какие? Сотрудники? Будьте, пожалуйста. Без вас сотрудники? Не, мы сейчас общаемся. Когда мы закончим, мы сейчас поздравляем. Я объясняю. Вы принесли заявление? Я просто представитель. Примем его заявление. Пожалуйста. Покиньте. 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 Покиньте что? Покиньте. Помещение. Покиньте. Мы же вас никуда не гоните. Пожалуйста, туда можете. Вы не получаете здесь посылки. Люди хотят получить свои посылки. То есть это не человек, не гражданин что ли? Что значит, что хотят получить посылки? Можно снять? Сейчас моя очередь. Я стою на посылке. Я на получении стою. А почему вы устанавливаете свои правила? Какие правила? Вот какие вы правила устанавливаете? Ну если бы вам сказали, что нет вашей посылки. А я сказал, что есть. Есть отслеживающий номер, который говорит, что в пункт выдачи прибыл. Значит звоните туда. Это с техподдержка решать. Советы вы мне будете давать в неровочее время. Никогда будете на службу. Тогда я ваши советы. А сейчас делайте сроки по закону, на что у вас есть по номеру. Я ничего не хочу. То есть вам полиция не нужна? Вы хотите закрыть ваше отделение? Да, конечно. Закрывайте. 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 И все. И жалуйтесь на начальство. Вот слушаем. Слушаем. Тихо. Подождите. Вот смотрите. Подождите. Вот боксбери. Боксбери отвечает. Вам интересно или нет? Боксбери, скажите пожалуйста. Мы тут ругаемся за доставку. Доставки говорят нету. А ваши люди, когда мы звоним, говорят, что есть. Магазин закрыт же, да? Подождите. Магазин закрыт? Да. Закрывайте. И все. Говорите. Вы имеете в виду резкой доходки или нет? Пункт самовывоза на Шикарского 61. Вот здесь я хочу забрать мою посылку. Вам сегодня звонили, уже спрашивали, есть она или нет. Вы сказали, что есть. И вот сейчас опять уточним, чтобы работник боксбери, который придуряется, услышал, что действительно посылка должна быть здесь. Уточните, пожалуйста, номер посылки либо номер телефона. Номер телефона. 8. 7 часов. Давайте на линии я проверю. Я хочу с вами знакомиться даже. Что вам ответили? Сказали ждать. Вы лучше поможете с больным бабушкам, дедушкам. Они здесь. Устраивайте, набирайте баллы. А вы бы лучше картошку копали. Баллы? То есть когда посылку не выдают. Андрюша, спасибо вам большое. Куда вы приходите? Куда вы? Куда вы нарушаете дистанцию-то? Отойдите. В полтора метра. Отойдите. По одному входу. Выйдите. Выйдите, выйдите. Замечательно, да. У вас указан шаг Кальского проезд. 60 дней по велосипеде. Хотите заказ? Забрать. Забрать хочу. Ваш заказ находится на отделении. Есть вопросы? 28 мая. Со вчерашнего дня он на отделении. Есть вопросы? Да. Вопрос в том, что есть вот здесь работник в Боксбере, где самовывоз, и он второй день не отдает посылочку. Удадите, пожалуйста, по какой причине не отдает? Вот я у нее спросил по какой причине, она меня Долбоевым назвала. Почему вы с танцем занимаетесь? То есть она вас оскорбила, правильно? Не только оскорбила, вызвала полицию, меня в полиции задержали, оформили за то, что я видите или недоволен, что я заказ не могу забрать. Ну если я скоро понял. Ну вы, скажем так, вели себя хорошо, а она... Плохо. А она плохо. Насколько понял, спровоцировал вас. А что значит? А, ну нет, не знаю, что такое вас спровоцировало, спровоцировало она или нет, но я попросил, естественно, дать мой заказ. Она сказала, его нету. Мы начали разбираться. В итоге ей это не понравилось, что мы начали разбираться и выяснять, где же все-таки посылочка. И естественно, не дожидаясь звонков к вам, писем и так далее, она решила нас послать. И вот послала во самой неприглядной форме. То есть отказалась посылку к вам? И уже полдня мы пытаемся. И вам звонили уже, спрашивали по этому поводу. И еще раз вот сейчас звоним, просто чтобы сотрудник полиции услышал, что мы не просто так придуряемся, что он над нами издевается все-таки ваш коллега. Что мне делать? Понял, Павел. Я деньги потратил, 3 тысячи рублей, я хочу забрать свою посылку. Понял, у вас стоит на линии сейчас по данным вопросам. Какие-то у нас есть? Отстаньте на линии, пожалуйста. Замечательно. А то сотрудникам полиции кажется, что мы все дебилы. Да? Ну что, там магазин закрыт, все, выходите. Вот. Больше ничего больше не знают. Мы сейчас с Павлом всю проблему решим. Вы слышали одну девочку, она вам сопли пустила на уши. А что сказали? Здесь, со вчерашнего дня, здесь. Здесь? Может Таня... Полиция червону, что ли, получается? Конечно. Таня включит поисковый режим правильно. Таня врет. Хотел, чтобы даже не ходил. Она врет и лепит, и она еще подставляется только полиция. Они-то думают, они ее защищают, они-то думают, она правду говорит. И такие отважно за нее бросаются. Невозможно нас ввести в заблуждение. Мы настолько умные и компетентные, что нас невозможно. Сейчас поможем вам. Маш, пропусти, пусть получится. А я не против. О, какая она вежливая. Леша, ты бы видел, какая она вежливая. Девушка пришла в режиме работы, 7 часов. Вот она бы сегодня была такая вежливая. То есть она всех будет посылать, что ли? Нет, нет, вот смотрите. В 7 часов. В 7 часов человек пришел. Жалуйтесь на этот. Прошу вас привлечь по статье 14.8 сотрудника магазина. Я не могу привлекать людей, основываясь на ваших. Как тут? А меня тогда до какого хрена ваши коллеги забрали сегодня? Я не знаю, почему вы. Не знаю. Пошли еще заявления в статье указы. Они за гражданские правовые отношения называются. У вас лично начинаются правовые отношения. Мы сами с ней разберемся. Я прошу вас пресечь административные правонарушения. Какое? 14.8. 14.5. 14.5. Отсутствие информации, которую мне не дают. Которые обязаны дать. 14.8. Нарушение иных прав потребителей. Сейчас напишите заявление. Я вам прозвучил, можете записать. Я не буду записывать. Запишите протокол устно. Вы физически можете написать сами заявление. Вы компетентно решать, физически я уполномочен или нет, или имею возможность? Держит. Держит. Да, держит. У вас не держит? У меня, да, ничего не держит. Не держит? Тогда идите домой, они на службу. Понятно. Вот прямо сейчас. Убегайте и все, нечего здесь. Смотрите, вы путаете. Как не надо решать? Во-первых... А если мне сказать, что мне ничего не держит, чтобы я уходил со службы, это вы можете мне сказать? Конечно, можно. Вы гражданин вам можете это сказать. Все, что хочется, все, что думают, да? Нет, не то, что... Нет, вы должны ориентироваться, вы должны прислушаться. Потому что у нас девятая статья о законе полиции говорит, что основным критерием оценки деятельности полиции является народное мнение. А вы что, Роспотребнадзор? Вы только что взяли на себя ответственность Роспотребнадзора про здоровье? Вы выполняете и служите в данном случае то, что вы понимаете, что вам сотрудник ничего сейчас не отдаст? Ну и что? Вы даже не способствуете. Вы понимаете, что я не могу зайти к ним на склад? А почему не отдастся по рабочей лице? Я не заставляю вас туда на склад заходить? Заставьте материалы. Давайте ее доставим. За что я должен доставить? Она отказывается. За что? За правонарушение какое? Ну, как он не выдает, отказывается. Ну, какая там? 14.5. Отказ информации предоставить? Она мне не предоставлена информация. Я написала заявление на этого молодого человека за оскорбление. Я имею право вообще с ним никаких отношений. То, что он сказал, что ты дура, то, что он сказал, что ты дура, это никто не подтвердил. Убонашка, что я тупая, что я дура, я не собираюсь все полностью перечислять вам. То, что тут нет. И на то, что на регулярные оскорбления я назвала его долбоебом, я не считаю, что я была неправа. А ну, их полиция, давайте доставляйте, потому что мат в общественном месте. То есть вы обозвали? Я делаю заявление вам, матерное. Я не отрицаю этого. Все заявление написано. Пожалуйста. Вы слышали, да? Присекайте и нас в точка один доставляйте девушку. Пожалуйста. Я услышал вас. Давайте, давайте. Нет, нет. Она сказала, что я ее доставляю. Согласны? Победать помещение, я ее заберу. Пойдем, пойдем. А в Боксбуре еще трубку бросили. Вот сейчас. Подтвердили, что здесь со вчерашнего дня. Я сказал, разберитесь, и они бросили трубку. У них там черный вход должен быть. У Тани там большой черный вход. О, смотри, закрывается. Здравствуйте. Смотри, как припарковался этот. Цезарь сателлит. Зачем? А почему трубки бросаете? Тут ситуация трудная такая. Мне не дают, как его, мою посылку, а вы трубки бросаете. Вы хотели составить обращение на сотрудника пункта выдачи заказов? Я уже оставил обращение и сказал, решите как-нибудь этот вопрос, чтобы я наконец-то уже забрал свой уплаченный товар. И вы бросили трубку. Ну и не вы, я имею в виду, ваша организация. Я не помню, кто с ним разговаривал. Скорее всего, вас некорректно перевели. Я не знаю. Мы меня слышим. Можно общаться. Людям говорят. А, да, простите, пожалуйста, тут уже большое, а не разбериха из-за вас. Что я могу помочь, скажите, пожалуйста. Смотрите, вы компания Боксбери, правильно? Все верно. Да. Я сделал заказ, оплатил его. Мои обязанности выполнены? Ваши цены обязательства выполнены. Замечательно. Позвонил вам, вы говорите, да, заказ там. Говорю ей, давайте, а она говорит, нет, нету. Что, решили меня дружно поиздеваться надо мной за мои же деньги или что? Да, на случай будем разбираться, по какой причине в отделении не видит заказ. Потому что, да, у нас информация, что заказ находится в отделении, поэтому... Ну, замечательно. Еще днем. Еще днем моя супруга звонила по этому вопросу, спрашивала, уточняла. Почему до сих пор вопрос не решили? Полдня прошло. Я эти полдня из-за вас, из-за вашей некорректной работы мучаюсь. Почему я должен мучиться? Срок осмотрения по данному запросу 2-3 рабочих дней. Да, а еще по ЗОПу 10 дней. Давайте на ЗОП будем ссылаться? Речь пока что не идет... Речь пока что не идет о каких-то там регламентах. Речь идет о простой человечности. Позвонили, уточнили ей. В чем проблема? Мы не звоним в отделение... Так вы вообще можете ничего не делать? Достанут, выведят. Полностью вывели вообще из разновесия. И потом мы будем 2-3 дня рассматривать. В чем вопрос позвонить? Не, мы не хотим. Они не хотят вообще никак контактировать с клиентом. Ну, пожалуйста, заказывайте боксбери. ПОДПИСМЕНТЫ